В Ростове-на-Дону разгорелся громкий скандал. Местный житель обнаружил на берегу реки десятки упаковок от вскрытых посылок. В основном там были товары из зарубежных интернет-магазинов. Почти России заявили, что уже начали расследование и готовы выплатить компенсации. В ситуации разбиралась Анастасия Фериченкова. Вот, друзья, смотрите, какая интересная картина. Вот посылки из Китая, отправленные почтой России, получателям. В разные города. Больше сотни разорванных конвертов и посылок Почты России нашел в Камышах житель Ростова-на-Дону Антон Куренков. Упаковки пустые, но в отличном состоянии. Видны все адреса, телефоны получателей, а также названия товаров, которые они заказали. От дешевой китайской продукции до дорогостоящей техники. Вот человек сейк заказывал планшет. От планшета осталась одна защитная пленка. В выходной день Антон Куренков пришел ловить рыбу, но наткнулся на огромную кучу упаковок. Начал читать надписи. Посылки оказались из разных стран. Китай, Израиль, Таиланд, Баку. Все покинули сортировочный центр в один день, 16 июня. Среди адресатов оказались знакомые Антона. Я ему позвонил утром, говорю, Валер, ждешь часы, мышку и фонарик? Он говорит, жду, а ты откуда знаешь? Я говорю, можешь не ждать. Я нашел упаковку, посылку твою украли. Антон Куренков записал видео со своей находкой и выложил в интернет. Сейчас скандал в социальных сетях набирает обороты. Чтобы найти и наказать виновных, Антон написал жалобу в ростовский филиал Почты России и заявление в районную прокуратуру. Без огласки мы не победим такие вещи. Со мной связался сотрудник службы безопасности, внутренней безопасности Почты России. Уточнил, как сюда добраться, как приехать. Я ему все объяснил, он поблагодарил, извинился за ситуацию. Сейчас сотрудники почтовой безопасности Управления областной федеральной почтовой службы начали внутреннее расследование. Все обнаруженные оболочки почтовых отправлений собраны и доставлены в почтанцы. По каждому проводится экспертиза. Адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсации. Клиентам будет возмещен ущерб в соответствии с законом о почтовой связи. Материалы по данному факту будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Сотрудники, причастные к этому происшествию, будут как минимум уволены. А в случае, если их вина в совершении хищения будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Анастасия Фериченкова, Эдуард Ильин, ТВ-Центр, Ростов-на-Дону.